Всем привет! Я совсем недавно выпустила мимозу на своем канале, один из вариантов, и вы мне написали кучу вариантов ваших, которые вы готовите дома, мимозу. И одна из моих подписчиц, Юлечка, написала мне вариант закусочного торта на вафельных коржах с мимозой. В общем, подкупил меня этот рецепт, Юлечка, спасибо большое. Повторяю сегодня ваш рецепт. Мимоза вот в таких коржах. Получается закусочный торт мимоза. Перед тем, как начать, еще нужно замариновать лук. Я беру 9% обычный уксус 30 мл и добавляю приблизительно 100 мл воды. Сюда ложечку сахара перемешиваю и оставляю хотя бы на 20 минут, чтобы он замариновался. Заранее отварите яйца и морковку и приступаем. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на вафельные коржи. Они продаются разных фирм, и некоторые есть очень достаточно тонкие, которые пропитаются буквально за час, и мимозу можно будет подавать на стол. А некоторые очень плотные, такие, как у меня сегодня, и ей нужно реально ночь, чтобы пропитаться всему этому тортику. Поэтому количество майонеза, которое вы будете использовать, значительно может отличаться. Кому-то надо совсем чуть-чуть, потому что сама вафелька тоненькая, а кому-то больше. Поэтому ориентируйтесь по количеству майонеза, исходя из коржей. Итак, приступаем. Значит, для начала я делаю так. Я не смешиваю все продукты с майонезом, а потом перемазываю. А наношу майонез тоненькой струйкой на все коржи, и потом сверху натираю, чтобы он был такой пушистенький внутри. В общем, интересно получается. Если коржи тонкие, достаточно будет сделать сетку из майонеза, и можно не промазывать. Но, если коржи плотные, такие, как сегодня у меня, то обязательно вот так вот промазываем, чтобы торт хорошенько пропитался. Будем начинать с сырного слоя. Итак, первый слой буду делать сырный, вы можете делать в любой последовательности. Наносим на корж. Смотрите. Так как это слоеные тортики, нужно во все коржи много сделать слоев, я вот так вот рассыпаю и оставляю еще на несколько слоев. Так как коржи плотные, я буду делать так. Складываю торт, где он будет пропитываться. Ну, на какой-то большой тарелке. Беру второй корж. Значит, смотрите, второй корж промазываю со стороны, который буду вот так вот потом опускать вниз. Если у вас тонкие коржи, вторую сторону промазывать не надо. Но, если коржи плотные, как у меня, тоже промазывайте. Потому что, ну, тогда придется очень долго ждать, чтобы промазался, пропитался весь тортик. А если я хочу вечером его подать, то лучше промазать с двух сторон. Ну, вот какие-то такие. Купила несколько пачек, а они прямо такие твердые, плотненькие. Что редкость в наше время сейчас. Итак, теперь здесь. Использовать я буду, ну, классический вариант буду делать с сардинами. Вилочкой просто помнем рыбу. И еще хочу обратить ваше внимание. Вот этот закусочный торт, он, ну, как бы где-то в два раза больше по количеству продуктов затратный. Почему? Потому что слоев много. Это все равно, что вы сделаете два салата в одном. С одной стороны, это очень классно, потому что получается высокий, красивый закусочный торт. И вы можете подать его как закуску, и больше ничего не готовить. И все берут по кусочку. Очень удобно. Раз, два, и все. Можно миксовать рыбу. Делать с несколькими вариантами. Например, вы можете сделать два низких тортика. И сделать, например, один с сардиной, один со шпротами. Теперь берем рыбу, и вторым слоем идет рыбка. Рыбку вот так вот прям растягиваем по всему коржу. Так, и еще ножом, во-первых, приминаем. Во-вторых, вот так вот распределяем. Получается тонкий слой рыбы. Смотрите, как интересно. Так, берем следующий корж. И так, промазали. И переворачиваем коржи. Вот так вот. Хорошенечко придавливаем. И собираем дальше. Так как я промазываю с двух сторон, со второй прямо вот так только тоненько. Но у меня, еще раз повторюсь, очень плотные коржи такие получились в этот раз. Так, маринованный лучок. Кто не любит именно маринованный лук? Я в прошлый раз запаривала лук кипятком. Тоже очень классно выходит. Итак, вот так вот раскидываем, не делаем слишком большой слой лука. И на мелкой терке, сверху лука, натираем морковочку. Морковочку я отваривала в подсоленной воде. Можно перчик, лаврушечки добавить, чтобы она была заведомо вкусная. Поэтому попробуйте ее на соль. Значит, смотрите, морковочки в итоге получатся каждого продукта где-то по три слоя. Поэтому я делаю так. Не должно, это же все-таки закусочный торт. Вы поняли, да? Поэтому растягиваем морковку вместе с луком. Вот так вот, в перемешку. Немного я чуть-чуть подсолю и добавлю молотого перчика. Так, и теперь накрываем следующим коржом. Итак, накрываем сверху. И у нас остался еще один слой, это яйца. Значит, как я поступаю. Желток со всех яиц я отделяю. И я его оставлю на самый верхний слой. А белочек разделю на два раза. Так, промазываем тоненько майонезом. Вот так. И опять берем терку мелкую. На мелкой терке натираем белки. Придавливаем белок, размазывая по всей поверхности. Немного соли и немного перца. Так, ну смотрите, собственно, все. Теперь что мы делаем? Слоями оставшиеся продукты делаем, чтобы в итоге засыпать все желтком. Так, был второй слой сыра, теперь второй слой рыбки. Значит, у вас может получиться по два слоя каждого продукта. Или по три, исходя из количества ваших коржей. И лучок. Соль, перец. И следующий корж. Последний корж. Я добавила белки, которые у меня остались. Вот так равномерненько их размазываю. Белочек присаливаем и чуть-чуть перчим. Теперь желтки натираем весь вверх. Уже майонеза здесь не будет. Весь вверх будет красивенький, такой желтенький як цыпленочек. Берем вилочкой, не ножом, а вилочкой, чтобы оставить такой красивый пушистый верх. Вот так вот распределяем желток. Запечатываем края майонезом. Вот так, чтобы выровнять бок. Бока украшаем либо нарезанным укропом, но у меня сегодня лучок. Можно заменить на нарезанную мелко-мелко петрушечку. Лучок выбирайте более мелкий, такой тоненький, чтобы он более красиво смотрелся с торца. Оставляем на 2-3 часа пропитываться в кухне на столе. Если будете оставлять на всю ночь, то уберите в холодильник. Пропитается и порежем. Итак, пробуем, что же у нас получилось. Мимоза как тортик. Ммм, слушайте, очень вкусно, необычно. Мне понравилось. Почему нет? Закусночный торт мимоза на вафельных коржах. Очень достойный вариант. Попробуйте. К празднику самое оно. И еще раз обращаю ваше внимание, что все коржи разные. И впитываемость майонеза разная будет. Поэтому используйте не так, ну как, знаете, кому-то надо чуть больше, кому-то чуть меньше. По коржам смотрите свои. Очень вкусный вариант. Спасибо, Юлечка, за рецепт. Мне очень понравилось. Буду так тоже делать. Сделаю к празднику и вам рекомендуем. Все, ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Целую, люблю, бывает и приемного.